Сегодня, друзья, важная дата для всех огородников – день Евдокении Свистуни. И именно сегодня принято окучивать картошку, но тюменцы займутся этим, скорее всего, завтра. Действительно, несмотря на погоду, борьба за урожай идет полным ходом, но не все проводят выходные в полях и огородах. Да, для тех, кому ближе отдых к городской, наши рекомендации по возможному времяпрепровождению. Эти российские музыканты уже покорили Запад. Группа «Тесла Бой» стала символом нового поколения молодежи. В Тюмень ребята приезжают во второй раз. И этот концерт не только для настоящих ценителей электронной музыки, но и для тех, кому не спится в ночь с субботы на воскресенье. На сцену ребята выйдут в 23.00. Свои хиты музыканты исполняют на английском языке. В их арсенале не только электронные установки, но также бас-гитары, барабаны и клавишные. За нестандартный подход к звучанию их отметили и российские критики, и западные. Ребята не раз оказывались на обложках британских журналов. А их песни звучат в плеерах саунд-продюсера Леди Гага Мартина Кирзенбаума и актера Джареда Лето. День защиты детей станет для малышей настоящим праздником. 1 июня их ждут игры, конкурсы, аттракционы и развлечения. Мало кто знает, но этот международный праздник – один из старейших в мире. В 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, было принято решение сделать его традиционным. Сегодня его всегда отмечают с размахом. Например, в Тобольске 1 июня откроется выставка декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов. Стартует конкурс по изготовлению летающих аппаратов от бумажных змеев до самодельных самолетов. Завершит программу концерт, где главными артистами, конечно, будут юные таланты. В Тюмени главной детской площадкой станет театр кукол. Юные зрители могут попробовать себя в роли настоящих спасателей. МЧС проведет специальное спортивное игровое шоу. Ну а после все на премьеру новой сказки «Огниво». На сцене ребята увидят не обычный детский спектакль, где актеры прячутся за ширмой, а удивительный синтез драматического и кукольного искусств. В постановке также использованы световые и музыкальные эффекты, поэтому история про солдата и его волшебное «Огниво» понравится не только малышам, но и их родителям. В Ишиме 1 июня все развлечения для детей начнутся в городском парке в час дня. А вот вечером можно будет и взрослым культурно отдохнуть. Тем более в этот день закрытие театрального сезона. Новые спектакли только осенью. На сцену выйдут артисты Ишимского театра. Удивлять зрителей будут своими талантами – песнями, отрывками из спектаклей и юмористическими миниатюрами. Такие праздничные капустники обычно проходят только для своих. Но в этот день театр распахнет свои двери для всех. На этом все. Проведите свои выходные весело и интересно. Дарья Власова, Сергей Мякишев, Сибинформбюро.